а у тебя вот справа это что за флаг такой а ты угадай куча звездочек и что там трезубец это не все влазит я хз нигерии наверно другой флаг а чего бы мне вешать и знаешь это флаг адыго адыгеи адыгея да о этот адыгея край родной дзюба дзюбов певец есть такой кто его знает за ваших певцов я знаю за флага дырова за кто там и вот адыгейский флаг вешаешь ты же получается что я там был или что нет я там не был абсолютно а зачем ты флаг адыгейский вешаешь просто у них память день памяти было 20 мая это день памяти геноцида адыгского народа кто там от кого вы же пишете вы же пишете значит сейчас узнаете я просто открывать день память скорый пожар кавказской войны 19 а ну да была такая согласен да вот как раз у них был день памяти и я также почитаю их трагедию как и украинскую как и крымско-татарск что-то как-то все ко всем мажетесь как-то стран никто ни к чему не можется просто там идентичные фактически события были просто на сто семьдесят лет раньше ну и чё там получается у нас ну получается что в девяносто втором году вышло постановление как раз кабардино-балкарской ссср о том чтобы признать геноцид геноцид адыгу 21 мая сделать памяти день памяти геноцидов и на цвета вот обращались также путину 2006 году никто ничего не принял до сих пор признала зато грузия если они примут на если они должны что-то им выплатить будут правильно ну логичный ссор с армянами до сих пор пытается доказать что геноцид и никто ничего не признает я одна сторона одна сторона кричит что у нас был геноцид тарасского нет у вас ничего не было было нормально только вот армения это одна сторона трусия другая сторона а здесь российская федерация и сейчас адыгея входит составе какая разница какая большая разница это и а как она национальная система что они это все топят а что великая россия не может выплатить какие-то там пенсии не у меня спрашиваю я че веду бюджет великая россия или нет значит не очень великая если не может выплатить вы же вы же сами видите вот вот вы сами признали что россия очень слабая не может даже выплатить какие-то субсидии этим народом которые пострадали от ее собственных рук вот и сами это и сказали а мы таким боком шеш говорю то же самое сейчас творится то что было на кавказе в девятнадцатом веке именно поэтому нужно учить историю не позориться конечно я с тобой понял только там им никто не помогал а вы почему-то не можете своими силами ничего сделать что это никто не помогал помогали европа поддерживала европа поддерживала спокойно тоже давала уже чтобы за свою свободу стояли да там не было регулярных армий но там были партизанские какие-то отряды которые спокойно себе воевали с помощью с помощью западного оружия и воевали они очень хорошо на протяжении свыше 50 лет они считают что даже сотню лет воевали этим оружием все нормально даже ссср воевала начала войны американским оружием да если бы не американской оружием ссср бы не выиграл войну абсолютно верно установки для до установки для катюши до 100 бекер и студебекер и студебекер и установки для катюши ставились туда эти ракеты и пускались для танков железо какие-то там моторы какие-то медикаменты какие-то какие-то тушенка какая-то там все-все-все на свете от пуговиц до курточек до всего самого большого вот так же видите всегда всегда когда запад помогает какому-то народу он отстаивает свои права а когда лезут какие-то захватчики они проигрывают и потом платят репарации хотите вы этого или нет если вы до сих пор не признали этого то потом потом все равно придется платить репарации понимаете так или иначе все равно придется придется добываешься металлургия ну ты уж давай не вы так типичные русские это кстати из какого города скажи мне пожалуйста они полностью нам не помогали до сих пор понятно звук уже отрубилась монолог за дело до за дело заживу и великая россия которые всегда все помогают не может ничего сама сделать только чужим оружием может что-то выиграть какую-то войну хотя бы правда да братан у тебя звук пропал да звук пропал серьезно отключил мне звук и теперь говорит звук мне пропал боже какие какие просто интересные личности давай железобетоном как дела там если по русских не было бы идеально много да не слава богу но лучше бы если вообще их не был а почему да потому что где русские там не растет трава знаешь что то это когда-то говорили куда иди по идее варим 44 я забыл спросить сколько тебе лет 18 сколько 18 а девочек в колледже логист 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 ну да кто занимается грузоперевозками минимизирует затраты на эти грузоперевозки ясненько а по национальности кто сам татар у татар вообще прекрасно казанске с уфы понимаешь что с уфы но есть казанские есть каримские татары ну я не знаю как правильно какому отношусь но я просто с уфы с башкирии откуда ты знаешь что-то ну вся родословная все татары папа мама дедушка там ну все вот это вот понятно что бабушки дедушки знают что-то депортации да да что еще раз депортация депортация не знаю не спрашивал и не рассказывали а по истории в школах что-то где-то вот тема хоть какая-то не улегался на самом деле так уж как-то слабенько все по татарскому вопросам у тебя ну ладно ладно ты о чем здесь общаюсь я просто жизнь дым всю дым угораю смысл себя считаешь типа взрослым нет вообще нет ясно вопросы ко мне какие есть у вас какая валюта евро или нет чувак я в украине у меня просто слетел в пн понимаешь да поэтому поэтому у нас гривны поменялись доллар и евро что угодно ну я понял да как вообще подожди еще раз откуда я забыл харьков да там или как да бомбят ну война понимаешь конечно я там открывал недавно видео интересный там блин сколько стоит война для россии там что-то пуск одного из кандера 90 там миллионов рублей и так дальше ну даже там цифра и вот это все полетит каждый день на харьков представляешь то есть не вообще непонятно чем смысл я тоже не понимаю раньше все дружили было в ссср союз забыл социалистических стран против а куда распался ссср 90 90 же есть вот конкретный но я вот я понимаю но вся подожди носты первый вроде бы 1 да а куда был референдум в татарстане в независимость я же не в татарстане живу ну там близко там близко там башкортостан и татарстан не соседи соседи ну да я понимаю ну да и там референдум был уже через год о независимость да то есть татарстан хотел быть независимым государством очень много вышли людей поддержали на референдуме 61 процент ради независимость но власти были свои кроты так сказать и не просто не дали не дали а так была бы отдельная страна да даже может быть даже было бы лучше да не может быть а точно было бы потому что ресурсы колоссальные население в принципе само достаточно себе может чувствовать проблем никаких но язык туда-сюда до сия побоялась россии стало страшно хотя ельцин до этого сказал что берите суверенитета сколько хотите но потом россия побоялась потому что это все таки центр страны и независимое государство в центре страны посередине это распад на россии вот так это стану был бы башкур тостан и дорогие республики боятия якутия там много там поэтому боялись да и начали стараться таки с чечнёй кстати похожая ситуация понятник особенно еще угораю с тех которые тебя на матерей в интернете все такие смелые а в жизни встретить и вот так сразу же ты хочешь я на их не задерживаюсь я тоже не задерживаюсь просто куда катится мир ну на раньше я при советском союзе такого не было даже не то чтобы при советском я в детстве боялся кому-то хоть слово сказать про материться даже сейчас просто в интернете пошел этим голосом до него это знаешь от воспитания просто зависит от семьи у которой ты рос и так дальше да ну и от компании от ну от всего короче да поэтому ты просто рос в нормальном обществе не у всех так есть в общем-то такие возможности но наверное да да все думают что я стримеры вообще все меня сразу просто переключают ну да у тебя и руль и микрофон и все на свете это поиски возможно так поиграть чист тебе сколько лет двадцать два вот это девятнадцать все так думают вопрос и еще какие-то по существу есть да нет особо за что было интересно ты мне сам уже рассказал и если есть если кто-то знал по этих вопросах что я тебе задавал то принципе можно было говорить так не думаю что есть смысл тебе что-то там какие просто не знаем вот лично для меня это как-то ну не интересно особо да именно но это плохо знаешь это плохо потому что в средстве и это приводит к плохим последствиям ну соглашусь да ну просто вот сидеть ну короче не знаю все мы люди разные кому-то это нравится кому-то это нет нет это просто государство зависит если государство это пошляло да чтобы ну типа вот есть хотя бы в учебниках по истории хотя бы что-то по этому вопросу а так я встречаю людей по 30-40 лет я не этого не знаю поэтому и преподают у нас на самом деле ужасно типа просто дают конспекты читайте все неинтересно не заинтересовывают вот вообще ничего максимум да даже сейчас у кого не спросишь никто не знает первого президента россии говорить ты знаешь и конечно так а сколько вообще всего было президента россии я посчитаю разве не 5-6 ну если 56 перечислили как но 1 ельцин 2 черномырдин потом опять ельцин был потом путин 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 медведев сейчас опять путин то есть типа считать ты считаешь по путина как несколько человек считаешь нет ну просто как у как у него срок а вот этот второй человек который назвал как как еще раз как его черномырдин но это же он даже не входит это же просто как исполняющий был черномырдин виктор 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 в виде черномырдин но что-то я это что-то я может даже не бросал он буквально вроде бы один день там был я такое не вообще не знаю ну ладно вот так вот сделаем понятно понятно ну короче знает чувак знает чувак конечно президентом 6 6 до 6 было президентом россии вот тут вообще ну и как это комендовать без комендарин ух ты пасам ты мой сомневаюсь сомневаюсь ну и что так ну и что так думали сразу взять не взяли не взяли один твой лайк это 10 новых глядачов рекомендованих алгоритмами ютуба проте через безкінечні атаки російських ботоферм украинский контент опинився в тіньовом бане поддержи украинских блогеров лайком та подпиской не только на youtube а и в телеграм-каналі чтобы мать доступ до всього материалу використанного в видео слава украине мать мать мать